Вчитель. 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 Вчитель чего? В французской мове. В французской мове. В социальной федерации. Вчитель французской мове. В социальной федерации. Ви социальный педагог. Так точно. Богмелый, это мой коллега. А как Вы тут живете? Почему мы сборы взяли в своем городе? В субботу, сборы, никто не говорил, что пойдет сюда. А когда по факту привезли, уже одели абуль, уже выхода не было. Вчитель, вы знаете, что происходит сейчас в Украине? Вот на столичке. На чуть-чуть, потому что информация была ноль. Вчитель, но головой что ли? Головой думаю. Вас как зовут? Сокол Дмитрий Витальевич. Вы этим працюете? Тоже не военный? Нет, не военный. В школе работаю, ремонт по обслуживанию, здание школы, слесарь. Слесарь. Как Вы остановились тут? Так же самое. В субботу с работы позвонил завхоз, сказал, как на сборы собраться и приехать в военкомат. Никто ничего не знал. Ваши близкие знают где? Нет, я сказал на учениях. Вы знаете, что в Украине сейчас происходит? Ну, уже не слышали. Вас как зовут? Волков Александр Викторович. Вы тут тоже в Горлевском мешкали? Так. Ким Вы працюете? Сторожом. В технику. Боже, вы все освятяни, хай Бог мило. Может вы сейчас 7 сотни есть, Ишкович? Или нет? Да нет, сразу нет. Ясно, понятно. Это воин. Только я воин. Кем вы работаете? Что вы тут делаете? Сторож в школе. Сторож в школе, в Кельняшке. Воевали раньше? Нас на сборы собрали. Потренировать и до дома отпустить. А поставили воевать. А до этого воевали? Я был в сотни, я уже объяснил. Я был в сотни, десант на 15 лет подписал контракт. Я был за вагоном. Как вас зовут? Зеринка Константин Олегович. Звідки вы родили? В город Ждановка. Это в Украине? В Донецкой области. Кем вы работаете? Водитель где? На шахте. Вы же на шахте працюете? Вы тоже не військовый. Как вы остановились тут? Так же самое. Вы звали на сборы. Привезли. Привезли. Сказали, что на 3-5 дней. И притягивали. Я понял. Вас я звал. Кравцов Роман Юрьевич. Звідки вы родили? В город Горлевке. В город Горлевке. В городе тоже не військовый? Не військовый, не служил, не воював. Кем вы работаете? Социальным педагогом в школе. Социальным педагогом в школе. Хай Бог миле, кого не отправляют. Социальным педагогом. Украинским, как говорят. Не соромно против своих родителей. Как вас зовут? Запорожье Сергей Григорьевич. Проживаю в селище Панталимонівка. Место Горлевка. Не військовый. Працюю в школе учителем. Працюете в школе учителем? Вони всі говорили. Это украинцы. Это наши. Они мясо падли, блядь. Штовхают. Слов нема, блядь. Вас как с вами? Кайсин Роман Иванович. З кем вы працюете? Мастер производственного обучения. В техникуме десь? Да, училище. Вы тоже освятянин. Вы воювали ранее? Вы служили? Нет, я даже не служил. Я не служил даже. Как вы потрапили сюда? Вас примусили? Позвонили, сказали... То есть, вы пришли по звонку. Вас силою не тягли. Позвонили, сказали с вещами. Прийти, мы пришли и вот все. Сказали на три дня, на пять дней и вот. В служах. Так, вас как звати? Колик Олександр Сергеевич. Вы к кем працюете? Учитель. Учитель чего? Сейчас российское. Украинское. А были? Украинское. В окупации, вы перейдли на российское. Украинское там вам не нужно. Говорите хорошо. Доброе говорить. В армии служили? Маете опыт? Нет, нет. У вас тоже просто засунули в оккуп? Ну, директор сказал так. Директор школы сказал? Ну, сказал, что в областном порядке появится на мобилизацию. Те, кто ухиляются, будут подданы законодательству ДНР. Я понимаю. Вас как звати? Харунжий Илья Анатольевич. Ви звідки родом? В Горловке. Не хвилюйтесь, вы уже в безопасности. Расскажите, кем вы працюете, как вы опинились тут? Я работаю руководителем Кружка в центре детского творчества. Вы с детьми работаете? Да. Вы гурток ведете? Да. Какой гурток вы ведете? Компьютерная информация. Компьютерная информация. Как вы опинились в оккупе с оружием в руках против Украины? Позвонили, сказали, что нужно явиться в военкомат и вообще ничего не объяснили. Вы имеете какой-то военный опыт? Вы с автомата ранее стреляли? У меня белый билет. Я ни разу не был с автоматом. Почему вы пришли в военкомат? Почему вы не втекли? Потому что потом мог бы лишиться работы. Ну, лучше работы остаться, чем жизнь, наверное, да? Ну, как нам сказали потом, мы должны были три-пять дни просто отстоять, пропустить пару машин и все. Я понимаю. Хорошо. Ну, я думаю, уже объяснивать не нужно, да, что происходит сейчас в Украине. И что делается навык, которая прикрывается вами как гарматное мясо. И вам еще очень счастливо, потому что вы тут. И вы уже в безопасности. Украина. Мы вместе с Россией работаем. Я верю. Все будет хорошо. Это жарко. Еще поживете. Может, даже ваша государь может вас и увидит. Слава Украине! Вернувшись славом! Украина. Вернувшись слава! Наши хох зловы! Вернувшись слава! Вернувшись!